Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет разговорного формата, да и в общем и целом, наверное, завершающий такую эпоху флэш клиента. Сегодня у нас 30 ноября, а это значит, что сегодня, можно так сказать, полноценно последний день официальной работы флэш клиента. Сегодня закончится, наверное, та эпоха, которая была связана с этим клиентом. Этот клиент прослужил довольно длительный период времени и, безусловно, был очень достойным. В определенные моменты, конечно, были у меня какие-то несогласия, какие-то моменты, с которыми я был не то, что не согласен, которые мне не нравились. Которые вводили меня где-то в тиль, где-то я горел с чего-то, да, из-за того, что происходили какие-то лаги, баги, да, и прочее. Но в общем и целом, это тот клиент, который прослужил очень долго и я бы сказал, что, ну, к нему ты полноценно привыкаешь, да, и когда выходит уже новый клиент, на котором нам придется уже в дальнейшем играть, если кто-то не уходит и кто продолжает играть в эту замечательную игру, становится как-то неудобно, становится как-то не совсем комфортно, не совсем приятно, потому что ты привык уже к определенному интерфейсу, определенному цвету, да, всего, да, к определенным раскладкам, да, как все выглядит и когда появляется новый клиент с абсолютно другим интерфейсом, с абсолютно другими раскладками, панелями, цветами, да, которые тебе также не нравятся, то к этому изначально довольно тяжело привыкнуть, но в общем и целом избежать этого, наверное, таки было нельзя, все-таки полноценно к концу 2020 года Flash полностью закрывается и, соответственно, вместе с ним закрывается Flash-клиент Танков Онлайн и уже полноценно переходит на HTML-версию, поэтому сегодня я хотел бы скатать, наверное, последнюю каточку, да, возможно, что-то еще будет когда-то с этим флэшом связано, да, может быть, где-то я когда-то еще зайду на него, где-то что-то сыграю, но будем считать, что скорее всего такого не произойдет, и это будет последний полноценный бой на Flash-клиенте. Я считаю, что это очень значимый момент, и вы сами видите, как выглядят здесь краски по-другому, да, как выглядят все эти интерфейсы, которые мы так сильно любили, так долго играли, к этому все абсолютно точно привыкли, но, увы, ях, сегодня я скатаю последний свой боечек, я думаю, что больше не буду я играть через него, я и так уже полноценно играл последнее время только турниры с Flash-клиент, и все остальное я играл через матчмейкинг в связи с тем, что у меня выбивало довольно большое количество всякого рода крит ошибок, и мне приходилось очень много обновляться, если я хотел играть на полной графе, но, соответственно, как бы обновляться и терять драгоценное время, за которое можно там в дальнейшем что-то где-то заформить, это невыгодно, поэтому я уже полноценно перешел на HTML, и не сказать, что я там как-то, ну, сильно там расстроен в том, как он работает, если уж исходить из того, что было с тем клиентом раньше, и что сейчас, то, как бы, разница, понятное дело, что ощутимо, но сегодня не об этом, сегодня давайте уже полноценно увлечемся боем, скатаем, да, я, кстати, на серебре на Flash не играл, это можно, так сказать, даже мой первый бой на Flash-клиенте в серебре, и здесь эта краска выглядит, как по мне, намного эффектнее, намного интересней, я не знаю, почему у меня немножко проседает FPS, но, наверное, что-то я там по графике неправильно выставил, но ладно, не буду, в принципе, на это внимание сильно обращать, а у меня еще резист не такой, как надо, возьмем, давайте, двадцать двоечку, где у нас резисты есть, это двадцатка, это двадцать двоечку, кстати, тоже непонятно, почему она неправильно стоит, да, то есть первая стоит не то, что больше, а то, что меньше, давайте попробуем выиграть все-таки этот бой, раз он у нас будет последний, если я последний бой еще и проиграю, я думаю, что это будет не совсем круто, поэтому давайте постараемся его выиграть, и отпустить эту эпоху, эпоху клиента, который, я, честно говоря, не хотел ни на что менять, я думал, что это все бред, что типа там он не закроется, что это все шляпа усатая, что я, например, даже и не буду играть на другом клиенте, ну, исходя из того, что было у нас изначально со штемы клиентов, конечно, я говорил, что я не буду на нем играть, потому что там было все отвратительно настолько, и камера, и сам весь этот интерфейс, все было настолько ужасно, что я вообще не был готов к никакому переходу, ну, понятное дело, что время идет, разработчики что-то делают, на удивление, да, клиент как бы улучшается, и в этом плане, конечно, есть хоть какое-то продвижение, ладно, мне что-то как-то очень жестко кинают, такое ощущение, как будто я не знаю, что я тут соло зашел поиграть, на этим этот вообще ничего не делают, наверное, мне это просто кажется, поэтому давайте пытаемся уничтожать, по киллам вроде как уже довольно неплохо ведем, плюс это демочка, ну, и понятное дело, что с этим временем, да, то, что у нас как бы уже полноценно разработчики-то сами тоже хотят переманить уже аудиторию на новый клиент, закрывали всякие моменты с флэшом, но для меня даже те моменты, которые там закрывались, условно, там, быстрый бой можно было только сейчас пикать, да, нельзя было уже полноценно перемещаться по всем режимам, нельзя специальные режимы, да, на праздники было играть, но если бы у меня бы данный клиент работал бы без никаких проблем, то я уверен, что я бы не переходил бы на другой клиент, я бы не переходил на html, даже при том раскладе, что, ну, там, например, я бы мог пикаться только быстрый бой, да я бы играл бы через быстрый бой, в общем, я было бы без разницы в этом плане, но в связи с тем, что я, когда стримлю, да, мне приходится, там, как я уже сказал, за один стрим, там, раз десять, наверное, обновляться и закрыт ошибок, такие моменты, конечно, выбивают из колеи, и все-таки ты уже начинаешь отдавать предпочтение другому клиенту в связи с тем, что ты там уже можешь более комфортно себя чувствовать и более комфортно себя присутствовать на карте играть и не чувствовать какого-то дискомфортно, когда ты постоянно обновляешься и в связи с этим теряешь свои честно заработанные очки. Нифига себе, конечно, рельсы здесь прессуют жестко, но вроде как пока мы тянем, и это самое главное, но не очень приятно, когда твой корпус настолько жестко штормит, возможно, надо было взять просто викинг тяжелый, тогда было бы все нормально, ну ладно, я уж не буду переодеваться. Докатаю катку на чем есть, можно было бы, конечно, это сделать, но я этого делать не буду. Я думаю, что можно и так нормально залететь. Можно было бы овер прожать, если бы аптечечка была. Ладно, сейчас где-нибудь прожмем. Мне, кстати, друзья, если честно, в последнее время викинг тоже очень неплохо нравится, как он вообще себя проявляет в таких боях. Раньше как-то этому так сильно значение не придавал, но я имею ввиду, раньше это последние где-то там полгода, да? Я делал, что раньше, когда там овердрайвы были другие, викинг очень жестко имбовал, и все играли на них. Но потом немножко поменялась эта ситуация, но вот сейчас, например, вот так вот, если овердрайвы подбирать с пола и постоянно прожимать, конечно, работает очень даже эффективно, и это можно отлично юзать и использовать. 300 очков почти у меня имеется. 20 киллов. Это очень хорошо, что мы выигрываем этот бой, потому что если бы я бы его проиграл, я бы сказал, что на проигранном бое заканчивать эпоху с данным клиентом, но абсолютно нельзя, да? То есть с такой историей существования этого клиента, да, и сколько турниров было выиграно на нем, да и вообще, в принципе, сколько времени мы играли на этом клиенте, да? То есть здесь уходить с этого клиента с проигрышем, я бы считал, что это очень как-то, ну, печально, наверное. Печально, поэтому здесь нужно только-только и выигрывать. Последнюю эту катку надо выиграть точно. Точно выиграть. Никнейм там против такой очень интересный один есть. Кто внимательно смотрит, тот обязательно его заметит. Ладно, я его, конечно, озвучивать не буду. Так, 19 киллов. 19 киллов. 19 киллов, у нас 62. Ну, отлично, отлично. Что может быть лучше выигранной катки на парме? В той карте, где я, можно так сказать, выигрывал свой первый чемпион. Да. Сразу такая наследия немножко пробивает. Ты понимаешь, что на этой карте есть тоже своя определенная история. Если бы еще тут бы цепешечка была бы. Сейчас бы. Меня бы пикнуло бы цепа. Это было бы вообще очень и очень даже жестко. Как-то так, друзья. Я, наверное, больше ничего говорить не буду. Я просто оставляю в покое этот клиент. Я считаю, что он отслужил очень многое. Да. Не знаю, что будет дальше. Не знаю, насколько будет в дальнейшем продуктивно работать HTML. Привыкнули я к нему полноценно. Потому что сейчас, если я захожу в те же там условные про битвы, да, мне неприятны все эти раскладки. Мне неприятно, как все это дело выглядит. То есть, если посмотреть на флэш клиенте, это все-таки выглядит все намного красивее, четче, да, привычнее. На HTML это все равно как-то не так, да. То есть, эти раскладки можно было перенести и сделать так же самое, как они есть здесь во флэше. Сделать так же самое в HTML. Я не видел вообще никакой проблемы. Но вот к HTML я пока в этом плане, конечно, еще не привык. Но, понятное дело, что свои плюсы у этого клиента также есть. Но этот клиент просто уходит на покой. Возможно, кто-то будет через него еще как-то играть какими-то определенными путями. Но я этим заниматься не буду. Пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по поводу закрытия флэша, да. Уходите, например, вы с проекта из-за того, что там клиент завершается. Что вы вообще в принципе думаете, да, по клиенту? Что он вам преподнес, да. То есть, как бы, клиент такая вещь, с которой уходит, наверное, определенная эпоха, история, да, этой игры. Открывается новая. Посмотрим, почему она приведет в дальнейшем. Но интересно было бы так же услышать ваше мнение по всему этому поводу. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поджимать лайк. Не забывайте подписываться на канал. Нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ваша подписка, если вы не подписаны, это очень значимая вещь, я бы сказал бы, да. Все-таки до 10к еще немножечко осталось. Поэтому, если не сложно, подпишитесь, поддержите. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.